22 июня 41 года Германия напала на Советский Союз, а не наоборот. Давайте не забудем, а кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? На секундочку. Вспомнить несложно. У нас много претензий к правителям страны с 1917 года по 1990. Это очевидная вещь. Но ставить, тем не менее, на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50 – это абсолютно недопустимо. Это ложь. Знаете, я говорю так не только потому, что я русский человек, так и в данный момент являюсь главой российского государства, а Россия – правоприемница Советского Союза. Я вам говорю в данном случае отчасти, хотя бы отчасти, как вы, как исследователь, я читал документы. Я просто поднял из архива эти документы. Мы сейчас всё публикуем их больше и больше. И вот поверьте мне, я вот когда читал, у меня даже по-другому картина начала складываться. Вот можно как угодно там и есть за что вспомнить Сталина. За его лагеря, за репрессии и так далее. Но я видел в документах его даже резолюции. Реально советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны. Можно тоже, можно сказать, по разным причинам. Кто-то может сказать, что не были готовы, поэтому старались предотвратить. Но точно совершенно старались предотвратить. Боролись за сохранение Чехословакии. Ставили вопросы по поводу того, чтобы защитить её суверенитет. Я читал, прямо читал, секрет, нет, мы же сейчас открываем эти архивы. Значит, какова была реакция той же Франции на происходящее событие. В том числе и по встрече в Мюнхене в 1938 году с Гитлером, ведущих политических деятелей. Вот, когда вот это читаешь, видишь, ну понимаешь, что попытка извратить, конечно, она всегда может быть. Но хотя бы прочитайте эти документы. Когда, значит, я понимаю сегодняшнее польское руководство по поводу событий 1939 года. Но когда им говоришь, ну ребята, ну вы посмотрите, что произошло, происходило чуть-чуть пораньше до этого. Вы же поучаствовали вместе с Германией в разделе Чехословакии. Ну вы же фитиль этот подожгли, открыли пробку, а потом джинн вылетел, его уже там не загонишь. Я читал и архивы, которые, архивные документы, которые оказались у нас после того, как Красная Армия прошла через Европу. И немецкие, кстати, и польские, и французские. У нас всё есть. Ну, я напрямую просто договорились о разделе Чехословакии. Договорились о времени вхождения войск. Ну, послушайте мне. А потом, значит, всё сваливать на Советский Союз. Ну, это просто не соответствует реальным и действительности. Просто не соответствует действительности. Ну и, если по-простому-то, а кто напал-то на кого? Кто напал? Что, разве Советский Союз напал на Германию? Да нет. Да. Ну да, там были эти секретные договорённости между Германией и Советским Союзом. Ну, кстати, обращу ваше внимание на то, что в Брест-то советские войска вошли тогда, когда там уже немецкие стояли. Немецкие просто подвинулись, и всё. Красная Армия вошла. Понимаете? Ну, не нужно политизировать здесь ничего. Давайте спокойно на уровне экспертов почитаем документы и разберёмся во всём. Ведь никто не обвиняет тогдашнее польское руководство, но мы не позволим обвинять и Россию, и Советский Союз в том, в чём её обвиняют. Ну и, наконец, вы меня извините, есть какие-то вещи совершенно очевидные. Кроме того, что, значит, 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, а не наоборот. Давайте не забудем, а кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная Армия. Подзабыли? На секундочку. Вспомнить несложно. Это же очевидный факт. У нас только под Сталинградом миллион сто тысяч человек погибло. В Великобритании сколько? 400 тысяч? Меньше полумиллиона и в США? 75%, а то и 80% всего потенциала вермахта было уничтожено Красной Армией Советского Союза? Вы что, подзабыли это, что ли, совсем? Да нет, не подзабыли, а просто используют вот эти события прошлого для решения сегодняшних конъюнктурных внутриполитических вопросов. Это плохо, потому что такое манипулирование историй ни к чему хорошему не ведёт. Оно во всяком случае не ведёт к взаимопониманию, которое и так нужно сегодня. Продолжение следует...